здравствуйте всем сегодня мы поговорим о том почему результаты лечения различаются у разных детей часто мамочки спрашивают вот почему этот ребенок через неделю уже разговаривает а мой вот только там улучшился вот в том-то том-то и том-то но как бы не драматически собственно вопрос вполне легитимный я уже на эту тему говорила но видимо все равно недостаточно поэтому я расскажу еще раз в первую очередь давайте вернемся снова к вопросу что такое аутизм и кому ставят этот диагноз в первую очередь синдром это в первую очередь аутизм это некоторый синдром то есть набор некоторых патологических проявлений и собственно аутизм сам по себе он в общем-то диагнозом не является потому что он может быть результатом совершенно разных физических патологий физических повреждений под патологии здесь понимаем органическое повреждение мозга эти повреждения бывают различной степени тяжести они могут иметь различную локализацию то есть различные области мозга могут повреждаться и очень часто мы видим что вот приезжает скажем ребенок который хорошо обследовали и он имеет как правило имеет несколько диагнозов то есть каждый врач разного профиля ставит свой собственный диагноз то есть например невролог пишет энцефалопатия какого-то там типа какого-то происхождения психолог написал аутизм zprr zpr и прочее и некоторые мамочки спрашивают а какой диагноз верный в общем на самом деле верны оба диагноза то есть как бы это да это то что у ребенка есть просто невролог написал со своей точки зрения психолог написал со своей точки зрения но это проявление одного и то же и собственно правильный диагноз то есть причину написал невролог который знает что вот такие проявления бывают при какой-то там энцефалопатии или еще каких-то повреждениях мозга часто диагноз аутизм сопровождается другими диагнозами дополнительными например эпилепсия дцп умственная отсталость если есть любой из этих дополнительных диагнозов то это уже говорит о том что органическое поражение мозга глубокое и сильное возможно обширная она тем глубже и тем сильнее чем более сильное проявление соответствующих симптомов и тут уже сразу нужно думать что состояние ребенка достаточно тяжелое поэтому в общем не бывает двух одинаковых детей и даже если у них стоит один и тот же диагноз то все равно они как бы не одинаковые они разные и соответственно по-разному протекает заболевание по-разному они будут реагировать на лечение и разница собственно в том что некоторые повреждения мозга довольно поверхностные просто располагаются в чувствительных зонах и внешне проявляются также как и более тяжелые вопрос можно ли это различить то есть я может ли обычная мамочка скажем прикинуть насколько тяжело состоянию ребенка ну лучше всего конечно такую оценку может сделать специалист но в общем есть некоторые признаки по которым можно предположить что органическое повреждение тяжелое и что состояние ребенка тяжелое если имеется сопутствующая устная отсталость то это уже признак того что повреждение или недоразвитие мозга сильное и скажем так за неделю ребенок не выздоровеет неврологические проявления любого типа например судороги самостимуляции так далее это говорит о том что есть повреждения как минимум в спинном мозге в шейном и грудном отделе они только в головном и что скорее всего эти повреждения тоже тяжелые к сожалению просто отсутствие реакции на окружающие не является достаточным признаком для оценки степени тяжести состояния ребенка то есть два ребенка могут сидеть скажем не реагировать на мир но одного это повреждение поверхностные вылечивается скажем за три дня а у другого это достаточно тяжелая за которым стоит умственная отсталость и еще много чего другого и такой ребенок потребует достаточно длительной как бы реабилитации после лечения именно изначальная тяжесть физического состояния определяет какие результаты и за какой срок главное даст лечение как же все-таки узнать насколько тяжело повреждена центральная нервная система ребенка ну есть некоторый набор анализов которые есть весьма информативны одно из них это электроэнцефалограмма дневной и ночной дневной и ночной мониторинг могут дать очень неплохую оценку насколько тяжело повреждение мозга у ребенка собственно электроэнцефалограмма отражает именно функционирование головного мозга то есть это можно считать что это анализ функций там скажем так некоторого их аспекта если в описании результата ээгэ отклонения минимальны можно увидеть что там присутствуют все фазы сна и бодрствования особенно сна причем если сон имеет так сказать правильную пропорцию то есть правильную протяженность правильную очередность этих фаз то скорее всего повреждение минимальный ребенок будет вылечен очень быстро то есть я естественно говорю про наши методы то есть то что мы делаем чем больше нарушению функций которые отражаются на электроэнцефалограмме тем тяжелее органические повреждения которые приводят вот к этим вот отклонениям есть дети у которых отсутствуют целые фазы сна или бодрствования то есть просто вот нет есть есть дети у которых есть вообще только одна фаза они естественно тоже восстанавливаться после лечения но тут требуется больше времени и больше работы собственно такие вот отклонения говорят о том что органическое поражение очень тяжелое таких случаях очень хорошо сделать заодно и мрт или сити или еще подобный анализ и посмотреть потому что как правило там уже видны именно органические отклонения там могут быть кисты могут быть какие-то другие образования в головном мозгу может быть лишняя вода то есть вариант гидроцефалии работать с такими детьми естественно можно и нужно но не надо ждать что они через три дня будут как нормальные то есть они естественно восстанавливаются просто это требует гораздо больше времени и гораздо больше усилий есть еще другой информативный анализ но он правда более косвенный чем вот ээгэ сразу показывает насколько мозг правильно функционирует есть анализ крови на антитела к различным вирусам чтобы определить болел ли им ребенок есть целый список вирусов которые в случае болезни матери во время беременности приводят к нарушению развития центральной нервной системы а также есть целый список вирусов которые повреждают центральную нервную систему ребенка в раннем детстве то есть если ребенок заболевает то очень высока вероятность осложнений например есть такое заболевание называется разиола вызывает герпес тип 6 собственно я думаю про него уже все слыхали я вижу что мамочки очень осведомлены и очень надо знать что различные вирусы дают поражение разной степени тяжести хотя степень тяжести повреждения зависит еще и от срока когда именно произошло заражение и еще от состояния иммунной и нервной системы матери и ребенка например наиболее распространенный вирус который вот приводит к подобным повреждениям это цитомегаловирус то есть если у ребенка в крови обнаружены антитела к нему то здесь тяжести состояние зависит от срока на котором матери на которой мать заболела этим вирусом то есть если скажем это второй триместр то скорее всего повреждение будет достаточно тяжелым если мать заболела ближе уже к родам то повреждение будет центральной нервной системы но она будет не такое глубокое то есть и мозг будет гораздо ближе по своему развитию к норме цитомегаловирус тоже как правило помимо повреждения cns дает еще и повреждение жкты то есть дает вот это самое воспаление кишечника повреждение поджелудочные повреждение печени из-за которого детям вводят эти вот диеты которые бгбк и все прочие собственно вот эти вот повреждения они могут быть как легкие так и очень тяжелые есть другие вирусы например вируса пштейн-бар он дает как правило дает очень тяжелые повреждения центральной нервной системы повреждения герпесом там зависит но как правило по камере из того что мы видели поражение гораздо более легкие если найденная антитилактоксоплазме например то повреждение мозга здесь скорее всего очень сильная и глубокая и симптомы отличаются то есть таким детям очень часто ставят атипичный аутизм раз и прочее что еще может приводить к повреждениям центральной нервной системы заболевание передающиеся половым путем тоже эти дают как правило очень тяжелые поражения cns вообще количество вирусов бактерий паразитов которые могут повреждать мозг ребенка весьма велико и в общем в европе например вообще не стараются обнаружить какой фактор повредил просто как бы ребенка отправляют психологу на реабилитацию в общем совершенно не за не интересуются из-за чего все это случилось на территории странах так сказать бывшего ссср делают очень подробные анализы очень хорошие и 8 как правило можно обнаружить чем же причина того что ребенок вот вышел нездоровым ну из этого из всего можно сделать такой вывод что если причина состояния ребенка это внутриутробная инфекция то его состояние может быть от относительно легкого и до очень тяжелого очень тяжелое состояние как правило проявляются еще и видными видимыми на мрт отклонениями то есть если сделать в этом случае март эту как правило она не выходит нормальным в общем я приведу наверно такое сравнение что представьте себе что два человека попали в автомобильные аварии один попал в легкую аварию получил легкий удар там по голове у него синяк да он через неделю про этот синяк забыл хотя очень злился потому что машину пришлось починить а другой попал серьезную аварию у него там сломался позвоночник сломались ноги и прочее он будет полгода лежать в гипсе и потом еще полтора года будет как-то восстанавливаться то есть собственно такая разница никого не удивляет до причина была одна причина была автомобильной аварии но тем не менее вот один практически вышел неповрежденный а другой будет очень долго восстанавливаться и неизвестно еще так сказать восстановится ли до конца это никого не удивляет почему это никого не удивляет потому что это видно то есть вот это наглядно да вот был человек ходил у него был целый позвоночник и вдруг этот позвоночник сломался ноги сломались да это все очень видно а мозг находится внутри и поэтому сверху не видно но принцип тот же самый наш организм работает одинаково сверху донизу и легкие повреждения в мозгу точно также заживают сразу быстро а тяжелую требует времени иногда повторных курсов лечения требует гораздо больше внимания к воспитанию обучению больше сил внимания родителей ну и естественно кроме объективной тяжести поражения центральной нервной системы ребенка очень многое зависит и от самих родителей и собственно это очень важный компонент но об этом и как-нибудь поговорим другой лекции спасибо до свидания всем хорошего дня